Выводы для себя не сделал. В областном управлении ГАИ прошло открытое судебное заседание над водителем, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный поступок мужчина был наказан в прошлом году. При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно штраф в размере 100 базовых причин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства сроком на 3 года. Свыше 0,8 промилле штраф в размере 200 базовых причин с лишением на 5 лет. За повторное управление транспортного средства в состоянии опьянения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства. В состоянии алкогольного опьянения за руль садятся не только представители сильной половины человечества, но и женщины. Год только начался, а за нетрезвое вождение уже задержано более 200 водителей. По вине нетрезвых водителей пострадало 6 человек в 4 ДТП. Наряду с наказаниями, которые предусмотрены в санкции статьи ограничения свободы, исправительной работы, предусмотрено лишение свободы с отбыванием наказания в зависимости от привлечения лица к уголовной ответственности. То есть если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности, назначается лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. То есть данные лица отбывают наказание наряду с другими преступниками. Многие считают, что выпитый бокал шампанского или вина никак не повлияет на реакцию и внимательность на дороге. За прошлый год сотрудниками ГАИ было задержано 2255 водителей в нетрезвом состоянии. По их вине произошло 39 ДТП. Погибло 11 человек. Более 40 получили ранения различной степени тяжести. Очень близко приняло к сердцу. Мне жалко этого парня. Но я сделала свои выводы и, надеюсь, многие из присутствующих сделали свои выводы. Желаю всем подходить ответственно к вождению.